Приветствую вас. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Значит, смотрите. Мужчина ведёт себя так, потому что с одной стороны, его девушка полностью его не удовлетворяет. Она не даёт ему всё, чего он хочет. И у него с ней есть определённые проблемы. Ну, либо конфликты, либо какие-то ссоры, либо недопонимание какое-то. И в зависимости от того, как. В зависимости от того, как складываются отношения с его девушкой, у него, у молодого человека, он взаимодействует с вами. То есть, когда у него всё было плохо, он добавил вас в друзья. Но ничего не написал, потому что, вероятно, тогда у него всё нормализовалось. Потом у него опять стало всё плохо. Со своей девочкой, я имею ввиду. И вот месяц спустя вам написал. Значит, далее... Вы общались примерно месяц-два. Пока у него всё было плохо, и у него была эта нужда. А потом вы резко перестали общаться. Здесь тоже важный момент, что во всей этой ситуации вы как будто бы сохраняете свою пассивность. То есть, если вы хотите с человеком общаться, общайтесь. Если не хотите, не общайтесь. Вам нужна своя личная позиция по поводу того, чего вы от него хотите. А то получается так. Молодой человек захотел, вам написал, и вы не общаетесь. Согласитесь, подобное поведение, мягко говоря, оно немного вам вредит. Потому что, ну, всё-таки, свои интересы нужно защищать. На мой взгляд. По крайней мере. Прошло долгое время. Пять или шесть месяцев. Он постоянно бросает на вас взгляды. Я верю. Я верю, что вы себя не накручиваете. Я верю, что вам не кажется. Я верю. Я также понимаю то, что вы мужчине симпатичны, но он не хочет рвать отношения со своей девочкой, при этом понимает, что она его полностью не удовлетворяет. По факту мужчина вас просто использует. Потому что если бы он хотел с вами дружить, но он бы вел себя совсем иначе. Совсем иначе. Абсолютно. Значит, вы говорите, что вас эта ситуация напрягает из-за того, что вы видите с ним постоянно. Это не причина напряжения. Причина напряжения, если и есть, то она, скажем так, немножечко в другом. В чем предстоит ответить вам? Потому что, возможно, вас напрягает тот факт, что какой-то мужчина проявляет к вам внимание, а вы одна. Возможно, вас привлекает то, что, ну, человек какой-то желает с вами сблизиться, ну, вообще, просто желает с вами сблизиться, а вы хотите, чтобы он сблизился с вами, потому что вы в нем нуждаетесь, вы нуждаетесь в человеке, вы нуждаетесь в чем-то, вы нуждаетесь в чем-то, что он может вам дать. Ну, по крайней мере, по вашему мнению, может вам дать. А этого вам самой не хватает, и, соответственно, подобное стимулирует вас на то, чтобы вы, значит, хотели с ним сблизиться. Значит, дальше. Вы сомневаетесь в себе. Вы склонны принесать себя. Я хотел бы с вами вот этот момент разобрать в несколько отдельном. То есть, по какой такой причине вы склонны себя обесценивать. То есть, называете, грубо говоря, бредом то, что пишете, хотя ничего, ничего бредового здесь нет. То есть, ну, вас это волнует, вас это беспокоит, вас это тревожит. И, соответственно, вы об этом говорите. И это нормально, что вы об этом говорите. То есть, вот на мой взгляд, на мой взгляд, нужно смотреть на причину того, почему вы себя принижаете, обесцениваете. Это на самом деле, на самом деле, очень важный момент. Потому что, обесценивая себя, вы становитесь менее привлекательны для других людей, а значит, теряете возможность быть с этими людьми в отношениях. Чего вас, конечно же, ну, не устраивает. Я так думаю. Поэтому о причинах обесценивания самого себя я рекомендую вам подумать как следует. Следующий важный момент. То-то вы говорите, что я себя не накручиваю и значит, ну вот вы пишете, что мне не кажется. То есть, опять же, здесь момент такой. А с чего вы решили, что мы подумаем, что вам кажется? кажется. Какие у вас основания для этого? То-есть, ну вот, почему вы посчитали, что мы можем подумать, да, что вам кажется. Кажется. Ведь есть, наверное, причина подобного проявления. Здесь становится, здесь, значит, на первый план выходит то, как вы позиционируете себя. То-есть, насколько вы принимаете себя, насколько вы уважаете себя, цените себя. Понимаете? если у вас с этим проблемы наблюдаются, то данный момент нужно обязательно проработать. Как обязательно нужно проработать и то, почему вы одна. Ну, то-есть, вот, почему у вас нет молодого человека. то-есть, вот переживаете, напрягаетесь из-за того, что мужчина там вам написал что-то ещё. Но ведь у вас есть своя личная жизнь. Тем более, что прошло ни много, ни мало целых полгода. 5-6 месяцев. И тем не менее, вы всё равно продолжаете из-за него переживать. вот я очень хотел бы, чтобы вы обратили внимание на свою личную жизнь. жизнь. То-есть, как она у вас развивается, были ли у вас отношения вообще? Если были, то как они складывались, то-есть, ну, насколько они были успешными, эти отношения, и так далее, и так далее. То-есть, момент здесь, на мой взгляд, именно такой. Ваша мотивация держать этого мужчину в своём поле зрения столько временно. То, что у него есть, там, свои какие-то взгляды, свои какие-то цели, и так далее, и так далее, и так далее, это его личное дело. Это его личное право. А вы совсем другой вопрос. вы отвечаете за себя, а вы как будто за себя отвечать не хотите, или очень неохотно это делаете. Понимаете? И у этого тоже есть причина. То-есть, грубо говоря, вопрос должен звучать так. Не почему он себя так ведет с вами, позволили себе, а почему вы в эту ситуацию попасть? чего хотите вы в этой ситуации и как могли бы, ну, например, получить то, чего хотите. Понимаете? вот это важно, а не то, как и почему мужчина себя ведет с вами. либо вы данный аспект постараетесь понять, либо вы к сожалению так и будете зависеть от того, не только от него, а вообще от любого человека, который появится у вас на горизонте. ну, просто потому, что у вас есть мотивация, у вас есть попредственность. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.